Лицкий хлебозавод 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 Лидии Лицкий хлебозавод родными и гражданской жизнью попрощался сегодня утром 31 призывник. Завтра к местам службы отправится еще 37 человек. Всего же в этом году во время весеннего призыва из военного комиссариата Литского района будут направлены в воинские части более 250 юношей. 20 ребят пополнят список военнослужащих Литского погранотряда. 23 призывника будут служить в 116-й штурмовой авиабазе. В соответствии с указом президента номер 52 о проведении призыва граждан на срочную военную службу в резерве у нас на территории района начались мероприятия по призыву граждан нашего района. Ребята прошли медицинские комиссии, призывные комиссии, были отобраны представителями воинских частей подразделений для прохождения службы в этих организациях. И сегодня у нас произошла первая отправка в этом призыве. Сегодня мы отправили 31 призывника нашего района для прохождения службы в города Молодечно, Минск и Брест. Ребята будут проходить службу сегодня, которую отправили в силах специальных операций и в подразделениях войск КГБ. Все мероприятия по отправке граждан на срочную военную службу будут проводиться по 31 мая. Всего для прохождения срочной военной службы и службы в резерве более 250 граждан нашего района призывников будут отправлены для прохождения дальнейшей службы. Что хочется сказать нашим ребятам, которые направляются для прохождения срочной военной службы службы в резерве в это время, хочется пожелать им освоить военно-учетную специальность. В принципе, для чего у нас и организована вся эта служба. Чтобы ребята получили нужную военно-учетную специальность, приобрели себе новых друзей и стали настоящими защитниками своей страны. Этой весной в Беларуси для прохождения срочной военной службы воинские части вооруженных сил, другие войска и воинские формирования планируется направить до 10 тысяч человек. Еще около тысячи будут проходить службу в резерве. Продолжаем выпуск. Охотиться на взрослых самцов косули трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста в течение суток индивидуальными способами из засады из подхода можно с 15 мая по 30 сентября. За незаконную добычу косули грозит штраф, арест, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Подлежит уплате и причиненный природе вред. За одну особь нарушителю придется заплатить 120 базовых величин, а это 25 миллионов 200 тысяч рублей. В игре «Город для счастливых семей». В течение двух часов соревновались пять так называемых экипажей. Чтобы справиться с заданиями, им потребовались внимательность, ловкость и слаженность действий. За происходящим на маршруте наблюдала наша съемочная группа. Найти все кодовые слова и дойти до финиша максимально быстро. Такое задание получили участники квест-игры. Однако еще на старте все поняли, время не проведут весело. Ну почему согласились? Ну все-таки и интерес какой-то, ну и никогда не участвовали в таких мероприятиях, ну и решили поучаствовать. Вот все-таки у нас семья, ну большая, то как-то, ну очень интересно просто для себя. По маршруту следовали пять семейных экипажей. Ответственность за результат была распределена между взрослыми и между детьми. Ведь победа в квест-игре – дело командное. И это понимали все участники. Для победы нужно, чтобы мы были внимательны и дружны. Стартовали участники квест-игры на Кургане Бессмертия. Семейным командам предстояло за два часа побывать на семи станциях, находящихся в разных точках города. По замыслу организаторов, путешествуя по ним, команды должны были найти семь кодовых слов, чтобы вставить в стихотворение семья. Кажется, ничего сложного, но сколько усилий и переживаний. Ой, что вы нашли? Счастье, это первое кодовое слово. На первой станции участникам пришлось искать агента-бабушку, у которой находились дальнейшие указания по передвижению в поисках кодового слова. Этот этап оказался самым сложным. Чтобы пройти его понадобились скорость и внимательность. Мы ищем бабушку. Фотография, к сожалению, осталась у мужа. Бабушка, у нее должно быть на деревянной поверхности написано слово. Бабушек, которых мы встречали, были очень похожи на нее, но они говорили, что это не они. Бабушка была найдена, и она помогла ему узнать первое кодовое слово – слово счастье. Вторая станция, куда отправился многодетный десант, находилась в одном из лицких магазинов. Здесь кодовым словом была любовь. Третья станция пригласила участников на Лицкое озеро. Здесь им понадобилась не только смекалка, но и умение управлять плавательным средством, чтобы найти слово удача. Задумка этого квеста была такова, чтобы семейный экипаж возглавлял водитель такси, который знает все улицы нашего города, который может помочь и мамам, и деткам, и папам в разгадывании заданий. Все задания состояли из ребусов, из загадок, из шарат и, конечно, из кодовых слов. Из кодового слова нужно было сложить стихотворение «Семья», так как сегодняшняя квест-игра у нас приурочена к Международному дню семьи. Воплотить эту идею нам помогли много предприятий и организаций нашего города. Слова праздник, подарки, забота, семья экипажи нашли в одной из пиццерий города на автобусной остановке по улице Рябиновского и микрорайоне Гастелло. Квест-игра для участников стала настоящим семейным приключением. «Мне понравилось, как мы искали слова. Мне понравилась игра, очень круто было, мы бегали с мамой. А мне все-все понравилось». Все экипажи с заданиями справились, однако при подведении итогов лучший результат оказался у семьи Полуян. Собрав все кодовые слова, к финишу она пришла первой. «Мы вообще спортивная семья, участвуем везде, где нас приглашают. И мы очень довольны этим, зарядились энергией на будущую неделю. Спасибо всем, спасибо водителям. Было очень интересно». «С каждым заданием мы все лучше друг друга понимали. И уже просто дальше на интуиции, просто один одного взгляд и все дальше ехали, уже понимали куда». Увлекательный квест по улицам Лиды длился два часа. За это время семьи участниц не только померились силами, но и успели подружиться. И даже договорились в следующем году вновь встретиться на старте, чтобы вместе прийти к финишу. Вчера Лиду посетила делегация Кипрской православной церкви во главе с епископом Амафунским Николаем, викарием Лимассольской митрополии Кипрской православной церкви. Он и епископ Лицкий и Сморгонский Порфирий совершили служение Божественной Литургии в Свято-Михайловском кафедральном соборе. После службы епископ Порфирий поблагодарил гостей за визит и вручил им на память подарки. Те же выразили благодарность за оказанное гостеприимство. Делегация Кипрской православной церкви также побывала на экскурсии в Лицком замке. 15 мая мир отметил День памяти умерших от СПИДа. Его жертв ежегодно вспоминают в 3 воскресенье мая. С целью профилактики ВИЧ-инфекции в 9-й школе провели акцию «Плюс-1». В рамках ее прошли флэш-моб, акции «Обнимем школу» и «Символ жизни» и «День здоровья». Через каждое мероприятие организаторы в педагоге школы и волонтеры Центра равного обучения призывали подростков к здоровому образу жизни. Мы считаем эту проблему актуальной и хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме. И начинаем мы, естественно, с подростков, потому что они самая уязвимая группа. И все, что мы можем, это провести акцию и провести профилактическое мероприятие. То есть мы занимаемся первичной профилактикой. Проводим для начала семинары, тренинги, тренинговые занятия по профилактике ВИЧ-инфекции. И тем самым пытаемся помочь детям быть здоровыми, подросткам, которые начинают свою жизнь, уходят со школы, идут в свою новую взрослую жизнь, чтобы они были информированы и знали, как защитить себя от этой проблемы. Сегодня в Лидии, Лидском районе зарегистрированы 396 ВИЧ-инфицированных. Из них 34 случая пополнили статистику в прошлом году и уже 10 в этом. Основной возраст ВИЧ-инфицированных от 20 до 29 лет. Таких 199 человек. В возрасте до 19 лет наличие 16 ВИЧ-инфицированных. Обратите внимание на следующую информацию. Гимназия номер один города Лиды, расположенная по адресу улицы Суворова, 18, объявляет прием учащихся на 2016-2017 учебный год. Заявления подаются в приемную комиссию при поступлении в первый класс с 1 июня по 28 августа, при поступлении в пятый класс с 23 мая по 1 июня. Собрание родителей четвероклассников состоится в гимназии 27 мая в 18 часов. При поступлении в 10 класс документы можно подать со 2 июня по 10 августа. В этот же период заявления принимаются и на вакантные места в 6-11 классы. Приглашаются отличники учебы и победители Олимпиад по учебным предметам. Обучение в гимназии в 10 и 11 классах осуществляется по модели мультипрофильного обучения с возможностью изучения на повышенном уровне трех учебных предметов, по которым выпускники будут сдавать централизованное тестирование. Дополнительная информация по телефонам 53 18 33 и 53 18 44. 24 мая с 14 до 16 часов прямую линию проведет директор гимназии. Номер 53 18 22. Новые предложения от Лидского телерадиообъединения поздравить родных, друзей, коллег и знакомых с праздниками на телеканале Лида ТВ можно лично. Радио же «Лидер ФМ» и «Твое радио» предлагают выгодные предложения рекламодателям. Подробности у нашей коллеги Анны Ятко. В жизни каждого праздников не счесть. Сделать любое торжество родных, друзей, коллег и знакомых особенным поможет Лидское телевидение. Приятным подарком станет музыкальное поздравление. Уже 12-й год программы ваши поздравления и День варенья ежедневно собирают большую аудиторию у экранов телевизоров. Кроме личан их смотрят жители Вороновского, Ивьевского, Дятловского, Новогрудского и Щучинского районов. Дорогого любимого мужа и папочку Селевича Павла Станиславовича с юбилеем поздравляют любящая жена и сыночек. Сейчас поздравительные программы на Лида ТВ выходят в эфир с понедельника по пятницу в 8 часов, а в субботу и воскресенье в 10 часов утра, а также ежедневно в 13, 20, 18 и 20 часов. Заявки на музыкальное поздравление принимаются в пункте приема, расположенном в здании гостиницы Лида по адресу улица Грюнбольская, 1. Опытные сотрудники учтут все пожелания клиента, а при необходимости помогут выбрать теплые слова для виновника торжества и песню. Дадут советы по оформлению поздравления. К нам сюда приходит человек. Мы находимся в гостинице Лида, пятый кабинет. Заполняет такую заявочку, ее легко заполнить. Ну, а тут все подробно пишет, на какое число, кого поздравляет, с чем, кто поздравляет, какой песней, каким стихотворением, ну и сколько фотографий. Максимум у нас можно 20 фотографий. Вот, также у нас очень много песен. Заказать музыкальное поздравление можно и по номеру 166. Правда, в этом случае придется довольствоваться только клипом. Сделать заявку на поздравления с фотографиями в программы «Ваши поздравления» и «День варенье», не выходя из дома, можно посредством интернета. Для того, чтобы оформить музыкальное поздравление на канале ТВ Лида, необходимо зайти на сайт tvdefis.lyda.by, нажать на баннер «Заказать музыкальное поздравление». На этой страничке необходимо скачать бланк поздравления, заполнить его и отправить на электронный ящик праздник.defis.tv.mail.ru. После обработки заявки нашими сотрудниками на Ваш электронный ящик, указанный в заявке, будет отправлен счет на оплату, содержащий информацию об оплачиваемой услуге, а также ее стоимость и ссылку на сайт для оплаты. Услуга Лицкого телевидения «Заказ музыкального поздравления онлайн» позволит клиенту сэкономить время. Если заранее определиться с выбором песни и текстом поздравления, то оформить заявку через интернет можно всего за 15 минут. Внести в нее корректировки или отказаться от музыкального подарка можно за день до момента выхода поздравления в эфир. Год за годом пусть несется, наворачивая кроссы, а сердечко твое бьется 200 лет и без износа. Новая услуга Лицкого телевидения «Личное видео поздравление» дает возможность с экрана телевизора лично поздравить того, кто вам дорог, выразить ему слова любви и благодарности. Дорогие, любимые родители, вы всегда были примером счастливой и очень крепкой семьи. Вы самое дорогое, что у нас есть. Мы вас очень любим. С 11 апреля Лицкое телевидение проводит акцию на личное видео поздравление. Пять первых клиентов смогли поздравить своих родных, друзей, коллег и знакомых бесплатно. Еще у десяти есть возможность заказать музыкальный подарок со скидкой 50%. С недавнего времени у нас можно лично поздравить. Вы приходите сюда, к нам приезжают операторы. Мы согласуем время, когда удобно человеку и снимаем на красивом фоне Лицкого замка. Сейчас у нас вот это личное поздравление, что появилось, можно заказать с 50% скидкой. Так что торопитесь. Приятные сюрпризы стараются преподносить радио Лидер FM и Твое радио. К профессиональному празднику Дню радио они разработали специальное предложение для рекламодателей, действовать которое будут в течение мая. Лицкое телерадио Днение проводит акцию. При заказе рекламы на май на обе радиостанции Лидер FM и Твое радио вы получаете скидку 50% на размещение в эфире одной из радиостанций. Дополнительную информацию, касающуюся оформления заявок на музыкальное поздравление и видеопоздравление, можно получить в пункте приема, расположенном в здании гостиницы Лида по адресу улица Грюнвальская, 1, либо по телефону 53 22 42. На все вопросы о заказе рекламы на Лидском телевидении радио Лидер FM и Твое радио ответят сотрудники рекламного отдела, находящегося по тому же адресу. Обращаться можно и по номеру 52 70 75. К спортивным новостям. Летельмаш потерпел поражение в первом полуфинальном матче чемпионата Белоруссии по мини-футболу среди команд высшей лиги. Он дома встречался с гомельской командой ВРЗ и уступил со счетом 2-4. Однако у Личан есть шанс выйти в финал, так как игра в плей-офф идет до двух побед. Ответный матч команды проведут в четверг в Гомеле. Третья игра, если понадобится, состоится в Лиде в воскресенье. В паре Мопит-Столица сильнее оказалась последняя. Победным оказался для футбольного клуба Лида пятый тур чемпионата Белоруссии среди команд первой лиги. Он принимал светлогорский химик и одержал победу над гостем 2-1. После пяти игр Личане поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Сейчас они имеют 9 очков. Следующий тур у Лиды будет выездным. В воскресенье в Гомеле она сыграет с одноименной командой. Информационный выпуск завершен. Смотрите все наши материалы на сайте tv-deficelida.by. До свидания.